данные это новая нефть данные это классно если у продукта есть сообщество этот продукт будет жить мы всегда connected мы всегда подключены и что такое технологический евангелист как это связано с религией какие события приводят к тому что мы сейчас ощущаем в индустрии айти что сейчас не просто важно а будет важно завтра давайте сначала начнем с того что представимся про лёшу мы уже чуть-чуть знаем поэтому петя тебе слово расскажи пожалуйста да давайте во первых я очень рад приветствовать всех сидящих в зале меня зовут пётр попов я начинал свою профессиональную карьеру как профессиональный математик то бишь писал статьи защитил диссертацию по алгебраической топологии внезапно потом понял что это как-то скучно приметнулся в игроделание писал пятых героев а я не знаю может быть вы гаммались в эту игрушку потом понял что это какое-то занятие слишком развлекательное и устроился в яндекс в яндекс я устроился разработчиком и там дорос до лидера поиска и рекламы занимал разнообразные лидерские позиции ну и сейчас я вице-президент компании вк по рекламным технологиям вообще считаю что самое лучшее что бывает в жизни это получать новый профессиональный опыт это очень интересно мне кажется замечательно получать его на топовой должности да там много опыта скапливается который ты получаешь с большим удовольствием сереж ты сеть его вконтакте расскажи пожалуйста о себе добрый день да сергей леджин сети вконтакте спасибо до этого яндекс делал яндекс поиск где мы познакомились с петром делал яндекс почту яндекс финтех еще раньше делал трейдинговые системы закончилась пбгу тоже математик ну и кодить начал еще с шести лет прекрасно и лишь ты немножко рассказал что ты директор по эти архитектуре и так далее немножко бэкграунда о себе чтобы коллеги поняли что можно тебя спросить о чем тут интересно тут два математика да я больше инженер больше про физику и образование у меня инженер электроник и посудила там с детства работаю со схемами поэтому наверное путь был предварительно придумал и я сейчас занимаюсь архитектурой тоже там рисуют стрелочки квадратики и уже принимаем достаточно серьезное решение как развиваться большой опыт телекома здесь уже вижу друзей коллег с которыми раньше работал очень приятно что они помнят да вот и по телекому по сети по развитию продуктов пожалуйста обращайтесь готов с вами обсудить супер спасибо микрофон оставляем у вас и вот сейчас коллеги сказали все про детство да получается вы уже в детстве строили готовились строить высоконагруженные некоторые системы у меня флэшбэк ну а просто в мое детство когда лет в 14-15 не помню купил такую может помнят кто-то из олдов белая книжечка по перлу была и я написал сайт где брал интервью всяких металлических команд вот 20 лет прошло я интервью беру мне кажется все циклично мы возвращаемся к этому супер погнали тогда мы переходим к обсуждению нашей темы сегодня а наша тема сегодня это антихрупкость в архитектуре немножечко контекста о том что это для того чтобы было понятно почему мы собрали эту дискуссию на самом деле часть задачи этой дискуссии это понять действительно почему мы об этом говорим так сегодня много и мы говорим действительно много на большинстве конференций архитектурных так или иначе возникает термин антифраджилити резилиенси и так далее да чаще резилиенси нежели антифраджилити но коллеги по большей части задумываются о том как не просто сделать устойчивой нашу систему а сделать так чтобы она улучшалась после чего-то да популяризовал эту тему талеб но в россии сейчас из таких знаковых имен наверно это саша биндию саша паломодов вот позавчера от сбермаркета я был на девопс конф там тоже сырешники разговаривать про антихрупкость а что для вас антихрупкость петь ты начал давай продолжить да ну талеб это что-то про этих черных лебедей да как я понимаю но вот на самом деле в нашей индустрии эти лебеди они летают стаями и если есть какой-то большой факап вы можете вспомнить в своей компании наверняка этот факап был у кого-то еще до этого и вообще хрупкость айти решений она вошла в анекдоты и притчи но все знают вот это вот высказывание что если бы здание строили так же как программисты писали программы то первый же бы дятел вызвал гибель цивилизации и это правда так что сам термин антихрупкость его можно трактовать вполне себе физически как парадоксальный или разрушительный отклик системы на незначительные внутренние или внешние воздействия а сам термин антихрупкость я бы понимал как ну во первых набор технических решений а-ля архитектурных решений которые делают систему устойчивое а второй это комплекс мер по починки системы если вдруг сломалась по митигации возникающих проблем и мне это кажется не сильно более даже важным чем первая часть но поэтому еще поговорим супер да мне кажется петь очень удачно у тебя талеба полторы тысячи уместилась в две фразы полторы тысячи страниц я имею ввиду в две фразы сереж ты как сетево вконтакте мне кажется с прекрасно знаком с черными лебедями да большая платформа что-то происходит постоянно что для тебя это даша спасибо что поднял эту тему талеба я не читал но спасибо что дал да но одобряю спасибо что дал контекст давай попробуем порассуждать то есть с одной стороны есть термин отказоустойчивость с которым я думаю много многие знакомы он про что про то что ваша система ваш сервис должен быть устойчив к различного рода внешним воздействиям как предсказуемым так и не предсказуемым предсказуемые это что рост нагрузки отказ оборудования релиз какого-то компонента с багом соответственно систему можно подготовить к тому чтобы она переживала этого рода события и бывают непредсказуемые как например не знаю проблемы с корневым dns сертификатом или еще что-то подобное но это это отказоустойчивость то есть это когда система уже уже готова к тому чтобы переживать какие-то какие-то внешние воздействия антихрупкость как я понимаю это про то чтобы система эволюционировала со временем соответственно и становилась все более и более отказоустойчивой и менее хрупкой или более антихрупкой так вот для меня пожалуй здесь этот принцип достигается через людей по моему опыту как во вконтакте так и соответственно во всех прошлых моих компаниях что это означает это означает что во первых люди должны быть замотивированы на то чтобы если авария случилась авария случается везде рано или поздно большая маленькая были замотивированы на то чтобы ее как можно скорее исправить раз дальше после провести разбор провести постмортом разобраться в корневых причинах и самое главное сформулировать а что сделать такого чтобы в будущем подобная авария не повторилась и таким образом через людей через то что они улучшают систему улучшают архитектуру система становится более антихрупкой прекрасно лишь у меня здесь тоже такой несколько там инженерный подход он как бы с двух сторон найти решение хорошая как бы аллегория была тра по поводу деятель разрушающую планету создается эти решения и мы всегда должны понимать его поведение и здесь просто работы которые должны быть выполнены как некий чек-лист некая табличка как мы работаем с инцидентами с ошибками у нас огромнейшие там продукты огромное количество пользователей огромное количество трафика и там миллиона событий в минуту мы хотим там в секунду мы хотим увидеть и как можно быстро среагировать но я считаю что это пойманная проблема за хвост надо правильно проектировать действительно мы быстро 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 все пытаемся там что-то сделать что-то разработать пробегая там пропуская некоторые стадии а подумать а сравнить а почему мы вот выбрали такую архитектуру а не такую и надо успевать быстро меняющийся мире обдумывать решения и принимать и фиксировать их поэтому с двух сторон перед созданием решением и после того как она уже там продакшене она работает надо видеть так называемый там эффект наблюдаемости мы должны понимать как развивать систему ну и тогда мы все избежим всяких лебедей то есть observability в целом тогда вот я продолжу мысль сереже очень мне понравилась мысль про систему да у нас следом мы вот немножко про теорию поговорили я предлагаю немножко про опыт теперь поговорить да вот наверняка у вас есть в памяти некая ситуация да из индустрии из других компаний да когда что-то произошло да такое вот черный лебедь произошел и дальше компания вышла сильнее из этого за счет чего-то и может быть давайте поговорим про это да вот права ваши кейсы какие-то конкретные и как бы вы построили может быть систему там чтобы была история такая вот антихрупкая петь да да ну давайте ну конечно проще всего не на своем опыте она чужом мне вспоминается история с фейсбуком когда замечательные сетевые инженеры взяли и настроили так коммутаторы что доступ к сети был закрыт отовсюду в результаты были залочены даже электронные замки на дата центрах нельзя было зайти в дата центр и отконфигурировать этот коммутатор сетевой фейсбук лежал несколько часов это все известные факты есть и менее известные например прилег серьезно клауд флэр и россыпью полегли другие сервисы по всему миру в том числе всякие мессенджеры и тому подобное кроме этого почти на волосок чуть-чуть не поломался корневой dns резолв потому что все все шли в fb.com оно не резолвилось сервера чуть не упали вот а дальше к теме к теме лебедей которые летают пачками я вот знаю в индустрии ровно такую же историю случившуюся с большой компанией но 15 лет назад все тогда то тоже когда инженеры сетевые взяли закрыли так коммутатора что доступ к сети был полностью заблокирован и кстати мы самим коммутатором тоже вот это к тому что черные лебеди они всегда летают пачками в нашей индустрии ну и другой пример опять же из индустрии вот представьте себе систему управления кластером лежит ну точнее список всего класть машин всего кластер лежит в системе контроль версии и кто-то решил просто взять и удалить этот список система управления кластером взяла и начала по одной переналивать машинки хорошо что она сломалась по пути и не успела переналить обнулить все дата-центры это я знаю такое случилось в индустрии общался с другим человеком он говорит да вот в компании y абсолютно отличное твоего примера было ровно то же самое это к тому что все вот эти вот черные лебеди на самом деле типовые ошибки которые случаются и лучше учиться на чужих примерах нежели делать самому такое отлично петь мне кажется очень фундаментально ответил я немножко лёш серёж возможно вам усложню до вопрос этот а вот петя сказал что черные лебеди стаями летают все ок да но вот я например архитектор enterprise архитектор solution архитектор и вокруг меня все все эти люди которые могут мне как бы помешать да делать мою работу а в итоге ответственный я как архитектор и мне спросят а почему у тебя система хрупкая да ну а архитектор уже нельзя ответить ну апдейты разлетелись да по дата-центром не так вот может быть вы немножко кастомизируйте свой ответ подумать о том а как вот эту вот систему настроить как в чем она общение процессы до горизонтальный нетворкинг архитектору нужно быть везде или вот такие вот советы или вредные советы можно исходить из противного типа делать и так будет гарантированно не очень серёж ты готов да спасибо саша за вопрос ну во первых про черный лебедь ты спросил вот я думаю все вчерашнюю ситуацию видели она первый приходит на ум перерезанный кабель между соответственно двумя частями света привел к тому что у фейсбука и у прочих начались проблемы но вопрос не об этом к твоему вопросу вообще сейчас наверное мы здесь с лёшей немножко и и с тобой в разных разных точках зрения разных позициях для меня на самом деле привычный привычный способ организации работы когда есть команда есть лид этой команды и на самом деле команда целиком включая элит в первую очередь отвечает и за архитектуру и за разработку и за то как сервис дальше работает в продакшене соответственно заранее продумывает как сделать так чтобы с одной стороны удовлетворяли все требования с точки зрения продукта к этому сервису с другой стороны как сделать так чтобы этот сервис не ломался отвечает за за разработку за сроки так чтобы это было сделано так как это было задумано потому что опять же из опыта который я видел бывало так что архитектуру нарисовали на бумаге одним образом реализовали другим образом дальше что-то сломалось, начинаем разбираться. Типа, почему получилось так, что здесь одно нарисовано, реализовано по-другому. Когда все-таки один человек делает и отвечает и за первую часть, и за вторую, таких ситуаций меньше возникает. И третья часть, собственно, уже продакшен, эксплуатация. Собственно, если этот же человек отвечает за то, чтобы оно работало в продакшене, а не какие-то другие люди, там, админы, которые, соответственно, получили вот черный ящик и дальше, значит, должны делать так, чтобы оно всегда работало, то опять же, больше ответственности возникает и результат, на мой вкус, лучше. Супер. То есть, резюмирую немножко. Структура. Важна структура организационная в том числе. Вот это раскидывание по силам или колодцам, как у нас их называют, да? Типа, вот здесь сидит архитектурная команда, она там как-то ivory tower, да? Архитектор, который сидит в слоновой башне, вот, да, такого не должно быть, да. Хорошо, learning понятен. Леш? Ну, я, наверное, там продолжу то, что проговорил Сергей. Давным-давно, как я вот там рассказал, работа архитектора была в том, чтобы спроектировать решение, а дальше там, ну, какая-то команда там мифическая, ну, пускай реализует. В этом были огромные там проблемы, то, что ты нарисовал, это не так реализуется. Как в самом начале, в открытии, я сказал такую фразу, что мы создали сообщество. И здесь, опять же, про людей, когда в это сообщество архитекторов пришла, наверное, архитекторы поймут эту боль, пришла эксплуатация и сказала, а вот у нас вот так работает тот или иной сервис, это было неожиданно, и все люди вокруг задумались, а что улучшить, чтобы он работал. Поэтому, опять же, это про команду, это создание единой команды от постановки задачи, проектированию, разработки и в том числе поддержки эксплуатации, там, арх, дев, сек, мейл, опс. Тогда в целом будет ответственность команды за тот или иной сервис, будет система более надежна. Отлично. Тогда давайте продолжим этим, и мы уже потихоньку движемся, мы немножко раньше внезапно начали, и немножко раньше Q&A сессии перейдем, коллеги, но у нас есть время поболтать еще, поэтому я напридумывал вам еще вопросов. Давайте поговорим про архитектуру, про место архитектора в компании, про некую такую пирамиду маслоу, может быть, архитектора, да, как архитектору строить систему, с чего он должен начать, и потому что, если я правильно понимаю, и вообще там, да, всю эту историю, антихрупкость, это уже самый верхний уровень, так скажем, архитектора, когда он творчеством занимается, да, это не самый низкий уровень. Вот какие процессы нужно архитектору сделать, чтобы вписаться в организационную историю, как с людьми вокруг общаться, вот как сделать так, чтобы не просто сделать архитектуру, она еще и работала потом, еще и может быть быть в курсе, что в других областях, так скажем, компании происходит, чтобы быть в синке. Кто хочет ответить на этот прекрасный вопрос? Очень хочу послушать, коллег. Спасибо. Ну, как я уже сказал, модель моя все-таки организация, это когда есть лид-команда, и он же архитектор, ну, допустим, что мы говорим именно про роль архитектора, да, и возникает, ну, всегда кейсы, когда, например, есть несколько команд, они отвечают за разные части, есть архитектура системы в целом, да, как на самом деле сделать так, чтобы оно все вместе работало. Тут, наверное, два подхода, то есть, с одной стороны, можно говорить про какой-то agile, когда там люди сами могут с собой договоряться, если мы говорим про какую-то крупную организацию, то обычно в том или ином виде реализуется так называемая архитектурная ревью, где через там несколько, значит, вопросов, на которые нужно ответить, там, соответственно, какие требования там с точки зрения продукта, какие требования с точки зрения нагрузки, отказа устойчивости и всего прочего, человек, который предлагает какое-то решение, соответственно, защищает его перед другими, другие челленджат и какие-то вещи уточняют, какие-то дают советы, ну, по итогу, соответственно, вырабатывается общее совместное решение. Но, Леш, верну тебе все-таки микрофон. Через меня. Да, через Петю. Ну, смотрите, когда-то я был СТО, сейчас я фактически СИО рекламы в ВК, и действительно, есть такая пирамида маслоу, снизу это удовлетворение базовых потребностей, сверху это там самое развитие, какие-то высшие ценности. Ну, так вот, касательно нашей темы, базовая потребность – это на самом деле реагирование на инциденты, починка и цикл митигации, митигации поломок. Второй слой внезапно – это управление релизным циклом, циклами изменений. И для меня только третий слой – это архитектура, как какое-то целевое состояние для продукта. Ну, там есть понятные практики, там, не знаю, микросервисы, изоляция, изоляция и резервирование. На самом деле, две темы в архитектуре, которые позволяют делать надежным. Но просто поймите, очень, очень просто сказать, а вот давайте разместите независимые копии вашего сервиса в нескольких географических изолированных дата-центрах, и вам ответят такой, постойте, постойте, но у меня нет сейчас трех дата-центров, и появятся они там, скажем, через сколько-то лет. Поэтому для меня антихрупкость, она именно вот так устроена, как пирамида. Во-первых, абсолютно базово уметь чинить, реагировать на факапы. Второе, уже после этого внимательно следить за изменениями системы. И, например, для меня, ну, как человек, который руководит рекламой, самый опасный факап, это когда будет выкачан какой-то релиз, который потихонечку сифонит там в течение полугода процент денег, это никто не заметит. Для меня вот это на самом деле самая большая угроза. А третье, это уже целевое состояние системы, понимаемая как архитектура, вот самая высокая ступень этой пирамиды. Не знаю, насколько я внятно рассказал, мне кажется, понятно. Мне кажется, как всегда, фундаментально. Леш? Да, коллеги, спасибо, будем реализовывать. Но немножко с другой стороны смотрю на проблематику. Опять же, прежде всего, мы люди. Опять же, я про людей, про команду. И человеку свойственно сразу предлагать те или иные решения. Вот нам нужно что-то проинтригировать. О, давайте там, не знаю, там кавку, там что-нибудь еще быстренько, быстренько сделаем. А потом начинается накрутка сервисов, придут заказчики, скажут, у нас там деньги пропадают. Решение не то. Поэтому прежде всего, то, что я вижу, то, что мы должны делать и делать быстро, опять же говорю, с учетом быстрых изменений, там, time-to-market, современности, это отвечать на вопрос, зачем мы это делаем. Несколько раз ответив за вопрос, а зачем мы делаем эту систему, зачем мы делаем эту платформу, зачем, зачем, мы тогда предложим лучшее решение. Действительно будет выбор, сравнение, альтернатив. И то, что мы выбрали, прежде всего нужно зафиксировать. В архитектуре это называется там architecture decision records, оно должно быть описано. И что, если там открываешь какой-нибудь, не знаю, там 15-й, там, 13-й, 14-й год, о, решение было принято потому-то, потому-то. И мы его можем посмотреть и улучшить. Это прежде всего, я призываю там всех, кто работает с архитектурой, фиксировать свои решения и рассказывать всем. Таким образом, будет сообщество, и все будут знать о ваших решениях. Вот это замечательно, совершенно тему мы затронули. По поводу выбора альтернатив. На самом деле история-то про что? Про что я хочу спросить. Антихрупкая система – это та система, которая не выстрелит тебе в колено через 10 лет, если ты сделал какой-то выбор. Получается же так, да? И то, что мы выбрали 5 лет назад, например, оно может заимпактить на 5 лет вперед. Будь это инструменты конкретные, типа даже конфля, например, да, мы условно говоря захламили конфлю, и как там разобраться уже не совсем всегда понятно. В дживе там и так далее, да, или докхаб, или адр, да, это что угодно, в принципе, все подходы эти, микросервисы, монолит, да, что сейчас любопытно. А как вот вам приносят что-то, да, на ревью? Чем вы, как вы оцениваете эти архитектурные предложения? Ну, это может быть официально или неофициально, типа я вот, вот коллеги из зала, да, смотрят, не знаю, как что-то, да, у нас работает, и какое-то предложение хотят вынести. Как его правильно сформулировать, чтобы заинтересовать вас? Для того, чтобы дать больше вам времени на подумать, я приведу пример. Мне кажется, один из самых замечательных, я его таскаю уже два года с собой, из кармана не вытаскивая, вытаскивая каждый раз. Amazon компания, AWS, примерно год назад одна из больших субсидиари Амазона публикуют пресс-релиз о том, что они когда-то выбрали серверлес, когда-то выбрали микросервисы, а потом мигрировали обратно на монолит и сократили количество майн-теннесса на 90%. В связи с этим CTO потом выступал, который сказал следующее, что каждому подходу своя задача, поэтому живем дружно и с микросервисами, и с монолитами. А возвращаясь к вопросу, вот, например, у кого-то из коллег что-то, возникло какое-то предложение, как вы будете оценивать это предложение? Можно формально, можно неформально? Расскажите, пожалуйста, о вашей логике, как вы бы оценивали это? Прежде всего мы даже в наших компаниях, где у нас в основном, в основном это собственная разработка, мы смотрим и технические решения рядом. Прямо сейчас у меня там несколько задач, а давайте посмотрим на собственное решение, которое мы разработали для вот таких-то целей, давайте сравним его там с рыночным решением, несмотря что тут у нас там различная обстановка в России, смотрим и зарубежные решения и сравниваем с тем, что у нас есть. Прежде всего это сравнение. Вторая часть это, как я уже сказал, вот архитектор, наверное, это опять звучит странно, это эксплуатация, то бишь, как мы будем поддерживать это решение в будущем. Вот сейчас происходит конференция, я уверен, будет обратная связь от вас, вы будете предлагать свои идеи, но прежде всего я хочу там вам задать вопрос встречный, а как вот ваша идея будет дальше функционировать? И тут начинается там поддержка, команда, команда ждет, релиза нет, проедает деньги, и тут такое развитие. Поэтому экономика тоже достаточно важна. Любая идея смотрится с точки зрения. И текущих наработок компании, то есть как сделано похожее решение внутри компании. Я говорил, что мы ревьюем технические решения внутри, осуществляем пользу дублирующих решений, получается некая там база знаний, где мы можем там посравнивать, посмотреть, а что было сделано похожее раньше. Ну, на самом деле, вот эта вот практика архитектурного ревью для новых штук, которые делаются, она суперполезная, потому что обычно оказывается, что люди делают то, что их соседями уже сделано давным-давно и отлично работает. И внутри компании это всегда работает зэпс, извините, работает замечательно абсолютно. И я видел, собственно, в нескольких компаниях такое. Если, да, есть подход к большим изменениям архитектуры, мой личный, он вот примерно такого уровня. Когда я вижу какую-то большую задачу префакторить, например, систему рекламы, я говорю, давайте, постойте, постойте, давайте мы цель поставим в терминах или заработать 5 процентов денег, или цель поставим сделать рекламу отказоустойчивой, или цель поставим еще какую-то, сократить число серверов, а вот эта вот цель будет буллитом, цель архитектурная будет буллитом в этой вот высокоуровне цели. И это работает абсолютно замечательно. Вот такой маленький лайфхак от силы рекламы. Да, коллеги, спасибо. Ну, Петя поддержал про архитектурное ревью. Как я уже сказал, какой-то набор вопросов, на которые я жду ответы. Соответственно, как система будет себя вести в тех или иных ситуациях, как она соответствует тем или иным требованиям. Раз. Второе, ну, все-таки опыт, да, то есть насмотренность на то, как те или иные решения в разных контекстах, в разных системах работали. Это если говорить про какие-то принципы, принципы принятия решений в архитектуре. Но ты, Саша, еще упомянул вот про то, что архитектура – это как бы решение, которое закладывается там на какое-то время вперед, на года. Я не очень верю в то, что на самом деле там архитектура может, вот ее можно придумать раз, да, и она будет, соответственно, работать еще много лет. Да, Витя. Я когда работал в поиске Яндекса, у меня было развлечение, я каждые три года переписывал его с нуля. Ну, потом уже следил за тем, как другие люди его переписывают, и каждый раз это было каким-то буллетом там в цели, не просто так переписывал, а это было буллетом в цели увеличить базу внезапно, поисковый индекс в сто раз, или буллетом в цели внедрить нейросети, релизы Палих Королев, или там еще каким-то буллетом в нескольких других целях. Ну, короче, очень помогает переписывать сервис каждые три года. Да, Петь, спасибо. Ну, мы здесь схожи, да, в подходах. Ну, могу еще привести пример, собственно, ВКонтакте. Во-первых, пользуясь случаем, анонсирую доклад Ильи Щербака, который сегодня будет выступать и рассказывать и про архитектуру ВКонтакте в целом, и про ядро нашей социальной сети, про базы данных, которые, кстати, свои собственные. Но что могу сказать? Вот архитектура верхнеуровневого ВКонтакте, который есть сейчас, она была заложена, собственно, там, условно, 15 лет назад, когда ВКонтакте появился, дальше она как-то эволюционировала, вместе с этим ВКонтакте рос, там, и с точки зрения пользователей, и с точки зрения команды. Сейчас это там уже примерно полторы тысячи разработчиков, которые над этим работают в тех или иных, в тех или иных сервисах. Ну, что можно сказать? Собственно, архитектура была заложена, она как-то эволюционировала, но, например, там, не секрет, что ВКонтакте это монолит, то есть вся бизнес-логика, это один большой сервис. Сейчас мы заложили путь в сторону того, чтобы, собственно, этот монолит разделять на части, потому что с текущим размером команды, с там, с текущими потребностями мы уже можем справляться, но это просто тяжело, да, поэтому архитектуру нужно менять. То же самое с точки зрения баз данных. То, что было хорошо, там, пять лет назад, когда пользователей было меньше или было меньше разработчиков, соответственно, меньше потребности менять что-то, можно было жить так. Сейчас требования изменились, соответственно, нужно все это менять. Поэтому, наверное, важный тезис, резюмирующий, не надо относиться к архитектуре как к чему-то, вот, что сегодня там, не знаю, вложились, и оно не будет меняться. За этим надо следить постоянно и постоянно эволюционировать. И в какой-то момент, на самом деле, все радикально менять и переворачивать с ног на голову, как привел пример Петя. У меня тоже есть поинт, что, вы знаете, давайте достаточно неформальный режим. Я пришел на работу, и там трехмерный движок в тех самых пятых героях. Я такой говорю, надо все взять, выкинуть и написать новый. А там был такой опытный программист Алексей, у него была специальная расческа для бороды. И он ее расчесывая бороду, он мне говорил, ты не понимаешь, нет той задачи, которую нельзя решить рефакторингом. И сейчас, на самом деле, для меня самая большая угроза – это взять и переписать заново. Когда я говорю переписать заново, это значит менять отдельные части, приходя в целевое состояние, не ломая систему. Ну, то есть важно отпускать в какой-то момент, да? Конечно. Сереж, полторы тысячи разработчиков у вас? Ну, так вот, если порядки какие-то. Я просто недавно, буквально пару дней назад искал, а сколько разработчиков в принципе в ВК, вот какую-то точную цифру, да? И пока искал, я нашел ответ на, кажется, хабра ответах или где-то пять лет назад. Шестнадцатый год пять лет назад, нет, семь лет назад, ну, неважно. О том, что ВКонтакте – это пятьдесят разработчиков. Вы выросли нормально так, вполне. Поздравим коллега. Как видишь, да. Но надо отдать должное от самоснователям, опять же, что архитектуру, которую заложили, ну и которая, на самом деле, вот революционно не менялась эти года, она все еще держится. Все еще держится и хорошо держится, прекрасно. Леша, у тебя есть что сказать по вопросу про сроки, про выбор, вот коллег подержать? Или мы можем перейти попробовать в зал? Коллеги, в зале есть вопросы? Любые, архитектурные, да, на слове любые поднялись руки. Коллеги, да, не любые, прошу прощения, это мой косяк как модератора, как ведущего, по существу. А, уже микрофон приехал, спасибо. Добрый день. Насколько близко? Ага, вот так. Сейчас во время выступления прослушал, прозвучало, скажем так, заключение о том, что архитектор, его место в команде – это еще и лид. Я хотел бы попросить уточнить, лид технический или лид в общем, там, командный лид или, например, только командный лид. И вот немножко раскрыть, потому что я сам недавно занял должность архитектора, и передо мной этот вопрос тоже стоит, он для меня довольно актуален. Спасибо. Спасибо за вопрос. Давай я, ну, своей с точки зрения отвечу. То есть для меня, в первую очередь, тем лид, он же и тех лид, он же и архитектор, он же тот, кто, собственно, отвечает за вот все качество разработки end-to-end. Там дальше, ну, могут быть какие-то нюансы, да, может быть внутри команды, например, выделенный человек, который технический эксперт, соответственно, он выполняет функцию архитектора, но при этом все равно тим-лид команды, ну, он, условно говоря, делегирует эту функцию этому человеку, он в конечном счете должен четко понимать, что предлагается, и принимать финальное решение, и отвечать, собственно, за результат. Коллеги, прокомментируйте. Ну, по-моему, примерно так же, то есть есть условно бизнес, цели бизнеса, дальше есть условно СТО, который принимает важные решения, решение по архитектуре, по изменению архитектуры, безусловно, важное. Дальше он может вполне себе делегировать кому-то, но решение принимает он сам и визирует, ну, и такая понятная цепочка, типа бизнес, СТО, что-то в таком духе, наверное. Но можно, на самом деле, еще говорить, что цепочка другая, что есть цепочка пользователей, продукт, технологическая команда, так тоже можно мыслить. Ну, и вот в этом случае архитектура, она живет где-то вот там, снизу, на вот этом вот третьем слое абстракции, да. Тут, опять же, вернусь к своему длинному опыту архитектуры. Есть разные компании, есть производственные компании, есть финансовые компании, есть там поддерживающая компания, есть IT-компания, как мы все здесь. И во всех архитектор, я считаю, должен быть лидом и прокачивать свои компетенции. Тут вопрос, если бы вы там не лид, значит, вы что-то не знаете. Если вы пришли в IT-компанию, ну, надо знать программирование, настройки, эксплуатацию, вот эти вещи. Если вы там пришли в какую-то там финансовую организацию, надо понимать бизнес и, может быть, работать в этом направлении. Но лид-организатор всегда. С другой стороны, есть разные роли архитекторов, есть корпоративный, solution, infrastructure-архитектор. Иногда там люди говорят, что вот, поставьте мне задачу, я ее сделаю. Ну, какой это лид? Тогда он просто как инженер что-то выполнит. Я не считаю, что это архитектор. Ответили на ваш вопрос? Спасибо. Коллеги, есть еще вопрос? Да. Так, у вас спецприз. Да. Называется партизанский микрофон ушел со сцены. Здравствуйте, коллеги. Я как раз, наверное, Алексею хотел бы задать вопрос, потому что у него прозвучало то слово, которое я ждал в контексте архитектуры, это наблюдаемость. Вот. И хотелось бы вот, можете поделиться, есть ли у вас сейчас какие-то наработки именно по какой-то наблюдаемости, можете с использованием нейросеток, именно в контексте ревью архитектуры и вот уже в процессе эксплуатации. То есть, да, то есть, когда кто-то проектирует архитектуру уже на каком-то этапе, и вы не руками там ревьюете, а у вас уже, ну, где-то это показано, где-то сигнализируется, что есть там какой-то негативный опыт с уже похожей работающей, например, да. То есть, ну, какая-то система принятия решений, которая помогает архитектору и ревьюеру, да, вот анализировать не глазами, не руками, а уже вот, скажем так, автоматически собирая весь этот склоп, который уже в проме, ну, и которая, может быть, еще не совсем в проме, но во всех подразделениях. Да, спасибо за вопрос. Достаточно такой важный, трепетный. У нас сейчас не цифровая архитектура. То есть, функция в компании ВК появилась достаточно недавно, и мы к ней приходим. То есть, сейчас есть тренд на цифровизацию. С другой стороны, создав вокруг, как я, например, приводил, там, систему мониторинга, то, что мы видим, как работает один продукт, другой продукт, мы всегда собираем все метрики. Метрики системные, метрики продуктовые, метрики финансовые, то, что Петр говорил, там, деньги куда-то уходят. И вот, смотря вот на эти метрики, на эти графики, мы понимаем, что нужно там менять, что улучшить. Ну, команда реагирует, понятное дело, да, а мы смотрим с точки зрения архитектуры. Слушайте, а вот здесь проблема, она относится к архитектуре, у нас есть там определенная процедура, и начинается процесс улучшения. Пока так. Надеюсь, к цифровой архитектуре придем, но, опять же, как я вначале сказал, что надо несколько раз сказать, зачем, 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 в чем это выгодом будет у нас. Коллеги? Есть ли комментарии? Прекрасно. Есть ли еще вопросы? Да. Кидать не буду микрофон. Добрый день. Подскажите, у вас большое количество команд, систем и так далее. Когда перед командой встает вопрос, нужно ли заводить какую-то фичу, каким образом они понимают, что есть ли у соседних команд уже реализованные какие-то там системы, модули и так далее, или им нужно свой велосипед переизобретать. А если система уже там, например, в разработке, да, инициатива запущена, еще ее нет в эксплуатации, вот откуда они берут эту информацию, как они принимают решение окончательное? Идти в разработку или нет? Ну, мне кажется, правильный ответ – это архитектурный комитет. Если делается явно что-то новое вне канвы, что делалось до этого, нужно там собрать несколько специалистов, спросить, что в компании уже есть. То есть, по-моему, это единственное, что можно сделать. Ну, или более неформальный процесс. То есть, все лиды, команды так или иначе, команда на уровне, например, если мы говорим про ВКонтакте, соответственно, они знают друг про друга, есть рабочие чаты, есть какие-то встречи общие, на которых можно, по крайней мере, даже предварительно спросить, а есть ли решение аналогичной задачи, а как вот эта задача решалась. Есть документация, соответственно, в которой тоже можно посмотреть, была ли такая задача где-то решена ранее. Ну, и более формальный процесс – это для каких-то уже более крупных задач – это архитектурное ревью. Как я сказал, вот эту функцию мы создали достаточно недавно, но вот сейчас приходит там каждый день по 2-3 запроса, а как сделано вот там-то там. Пришел запрос, а как мы интегрируемся с государственными платформами. Да, мы знаем, как это мы делаем, то есть я говорю, что вот в таком-то бизнес-юнити была такая-то реализация, такая-то там архитектура, если, конечно, она есть документирована, и такой-то контакт. И вот эта церализованная площадка архитектуры, она позволяет там, ну, быстро там искать решения. Параллельно формируется база данных, то есть сразу это там в репозитории заносим. Спасибо, коллеги. У нас выходит время потихоньку, и давайте мы закончим нашу прекрасную дискуссию на простом вопросе. Вы технологические лидеры, которые, как я уже сказал, ответственны за то, чтобы все работало. И вот сейчас последняя минута этой дискуссии. Можете, пожалуйста, сказать, какие ваши планы как сетевого, как архитектора, как человека, людей, которые заботятся о будущем платформы. Они длинные, ну, можно поговорить про длинные, про короткие какие-то, и напутствие коллегам из зала. Может быть, про то, как к вам правильно прийти с предложением. Может быть, вам архитектор требуется в команду. Мало ли. Все нужно задачи решать. Поэтому, да, давайте некое напутственное слово и вообще мнение о том, что будет происходить попозже. Ну, архитектор у нас требуется. Приходите, как корпоративные, так и салюшенные. У меня есть телефон. На самом деле, вот, чай, который задал вопрос, я так бодро-бодро на него ответил. На самом деле, это задача, поиск решений и поиск дублирующей решений. Достаточно сложно решить там задачу, а что есть решение, что это компонент, модуль. Мы меняем просто базу данных, ну, вроде понятно. А вот в целом мы меняем, свопим одну систему на другую. Вот архитектор должен по полочкам все это разобрать. И решив этот вопрос, будет легче объяснить, почему это решение дублирующее, почему стоит заменить, почему стоит перейти там на общее, и команда, которая делает общее, она это поддержит. То есть вот эта задача, она сейчас вот горячая и решается. Если у вас есть ноу-хау, как это сделать, ну, welcome. Ну, у меня цель, понятно, она очень бизнесовая, заработать сколько-то там миллиардов, десятков миллиардов, а может и сотни миллиардов рублей рекламы. На самом деле, если говорить более высокопарно, то каждый миллиард рублей, заработанных на рекламе, он отыгрывается двадцатью миллиардами оказанных услуг, купленных товаров. Это действительно реклама-двигатель, двигатель экономики. Вот. А хочу я это сделать, делая современную ML-архитектуру внезапно у рекламы. Так что это приходите, пожалуйста. Спасибо, Петь. Сереж? Несколько тезисов. Первое, про архитектуру ВКонтакте. Я уже дал спойлер. Соответственно, мы хотим уходить от Monolith, и у нас супербольшой челлендж это сделать. Не буду говорить, как, со временем расскажем. С другой стороны, у нас огромное количество своих баз данных, огромное количество данных, которые нужно обрабатывать в реал-тайме. Про это расскажет Илья, что мы с этим всем делаем дальше. В целом, у нас большие, огромные челленджи, как на самом деле развить нашу всю инфраструктуру, платформу разработки для того количества разработчиков, которые я сказал. Ну и по своему опыту я присоединился в ВКонтакте, получается, осенью. Исходя из того, что я пришел, мы сформулировали какие-то вещи, куда мы хотим двигаться дальше. Но с точки зрения напутствия суперважно не забывать про то, что для того, чтобы система была антихрупкой или отказоустойчивой, с одной стороны, вы можете придумать какой-то план, который может занять годы, год, два, но это не позволит вам здесь и сейчас становиться надежнее, становиться более отказоустойчивым, антихрупким. Суперважно в том числе сформулировать и тактические меры, как сделать с каждым днем какими-то маленькими улучшениями, маленькими шагами вашу систему лучше. И в этом, на самом деле, с позиции СТО, это всегда челлендж, какой-то трейд-офф. То есть, с одной стороны, ты знаешь точно, как будет лучше, да, но ты не можешь это сделать здесь и сейчас, потому что огромное количество легаси, которые нужно перелопатить. Поэтому важно уделять внимание как каким-то тактическим мерам, так и стратегическим, собственно, как переделать архитектуру в целом, так, чтобы она отвечала времени и позволила какое-то время еще вперед развиваться быстро и оставаться стабильными. Спасибо, коллеги. И на этом, я думаю, мы можем закрывать нашу дискуссию. Немного от меня закрывающее слово. Я немножечко знаю о том, что происходит в архитектуре крупнейших компаний западных, зарубежных. Я там работал. И я скажу, что сейчас мы совершенно точно находимся в трансформации. Вся компания наша, все наши бизнес-юниты. И задачи, которые я вижу, они мирового уровня. Серьезно. Ну вот мне очень нравится, что мы делаем, что делаете вы, коллеги. Поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, что вы увидели, так скажем, ту ситуацию, в которой мы все сейчас находимся, очень интересную, очень, может быть, неопределенную в каких-то местах. И мы знаем об этой неопределенности. Мы знаем, как решать эти проблемы в короткую и в длинную. Коллеги, поблагодарим наших докладчиков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ